Кочевая культура всегда привлекала иностранцев. Леонард заметил красоту природы Кыргызстана на фото в инстаграме. И сначала не поверил, что все это настоящее. Он решил приехать в страну и увидеть все своими глазами. Мы хотели посмотреть традиции и культуру этих мест. Да, она мне нравится, она классная. Я купил ее на Ожском базаре. Иностранных барышень, как водится, больше манила кухня. Канадка Стефани впервые в жизни взялась приготовить бор соки. Языковой барьер не страшен. Наши хозяйки, и не зная английского, сумели жестами объяснить иностранке, что нужно делать и как. Она может стать хорошей гелин кыргызскому народу. Хорошо катает и режет. А пока иностранку загоняли под платок, остальные гости завороженно глядели на национальные танцы. После началось самое зрелищное – игры и охота салбурун. Ну, в общем, конечно, мы стараемся вообще дух показывать, наш дух кочевников хотим показывать. Настоящий кочевник для того, чтобы добыть себе пропитание, должен был не только приручить хищную птицу и собаку, но и уметь стрелять с земли и сидя на коне. Пока что мне тяжело управляться даже с конем. И хоть стрельба и охота в кочевой культуре – прерогатива мальчиков, девочки на конях тоже скачут. Например, в игре Кысклумай. Тонский район на юге Иссыкуля вообще хорошо сохранил самобытность и традиции кыргызов. Поэтому Минкультуры намерена сделать из него этническую туристическую зону. Этнотуризм, компоненты именно культурного туризма здесь, они ярко выражены на сегодняшний день. И мы хотим, чтобы весь мир приезжал, именно посмотрел эти компоненты именно в Тонском районе. А еще Тон воспитал много хороших монастчи. Родом из этих мест и многочисленные ремесленники, занимающиеся изготовлением национальных предметов быта и искусства.